Ответы на вопросы, касающиеся внутренней и внешней политики социально-экономического развития страны, январских событий и строительства АЭС, прозвучали в интервью президента газеты Егемен Казахстан. Президент четко обозначил свою позицию по многим вопросам. Подробности в сюжете. Подводя итоги 2023-го, надо признать, отрисал он казахстанцев не раз. Это испытание бесконечными авариями на стратегических энергообъектах, трагические события на производстве. Природные стихии. Понятно, рвалось там, где тонко, но ведь и копилось это все годами. Одним из примеров такого снежного кома стал хантар. Президент вспоминает, с какими трудностями пришлось тогда столкнуться. Ситуация тогда была крайне сложной и напряженной. Страна была близка к тому, чтобы погрязнуть в хаосе. Чтобы не допустить этого, все меры контролировались мною лично, ежечасно и круглосуточно. Оперативные совещания проходили и глубокой ночью, и ранним утром. В те дни самая главная задача состояла в том, чтобы сохранить наше государство. Восстановить в стране верховенство, законы и порядок. Преобразования происходили день за днем. По пазлу складывалась новая политическая система. Начал работу Конституционный суд. По-новому сформировали мажелисы Маслихаты. Запустили систему выборности Акимов. А всю эту цепочку преобразований президент начал с себя. И сокращение срока полномочий. Это и однократный семилетний срок на посту главы государства. И ограничение на тройболизм. Прямо журналист спросил у Касымжу Марта Тукаева и про двоевластие. Скажу больше, эта ситуация стала одной из предпосылок январского кризиса. Потому что заговорщики пытались использовать в своих интересах изобретенную модель двоевластия или тандема. Помните, наверное, заявление ряда должностных лиц, в том числе бывшего министра юстиции, что по своему статусу Ельбасе стоит выше президента. Некоторые чиновники бегали поочередно по кабинетам. Они играли на этом и в конце концов заигрались. Позже я прямо сказал Нурсултану Абишевичу Назарбаеву, что политические игрища, прежде всего его ближайших соратников, чуть было не разорвали страну. Удалось не только остановить, но и вернуть миллиарды украденных казахстанских денег. Пожалуй, это одна из масштабных государственных операций по восстановлению справедливости. Эти средства идут на строительство школ и на решение других острых соцвопросов. Более того, возврат активов смело можно назвать имиджевой спецоперацией. Этими действиями Казахстан показал, у нас надежно и выгодно вести бизнес, а масштабные инвестиции способны разогнать экономику и сформировать новые точки роста. Первое – это решение ряда точечных задач, способных стимулировать страновое развитие. В сентябрьском послании правительству поручено определить перечень возможных крупных проектов и подготовить план инфраструктурного развития. Второе направление включает в себя меры по реализации системных реформ, которые закрепят новые правила игры для всей экономики. Но другой вопрос – насколько эффективно с этим справляется нынешнее правительство. Пример серьезной аварии на ТЭЦ страны. Замерзающие казахстанцы устали слышать оправдание про устаревшие коммунальные сети и недостаток мощностей. Решить этот вопрос могла бы атомная электростанция, но быть ли ей в стране – решать народу, подчеркнул президент. Поэтому, понимая значимость, я предложил вынести вопрос строительства АЭС на всенародный референдум. О том, что решения по наиболее важным для народа проблемам будут приниматься посредством референдумов, было заявлено еще в предвыборной платформе, с которой я шел на выборы в 2019 году. Граждане должны рассмотреть и обсудить все аргументы экспертов «за» и «против», для того, чтобы в ходе свободного волеизъявления принять взвешенные, продуманные решения. Это будет решение народа. И это снова пример слышащего государства. Обязательно учтут просьбы казахстанцев об ожесточении наказания за бытовое насилие. В Кабмине также обратили внимание на чрезмерную закредитованность населения. Все эти вопросы на повестке уже более детально будут разобраны на расширенном заседании правительства, анонсировал президент, озвучил глава государства и основные позиции по внешней политике, обозначив стратегических партнеров – это страны-соседи Центральной Азии, Россия и Китай. Динар Жумбатырова, Булат Абдулин, 24КИЗ.